5 ноября я начинаю свой эфир и хочу напомнить вам, что очень скоро в декабре 16 числа наша власть в лице Назарбаева будет отмечать День независимости. Это очень знаковый день для граждан нашей страны. И да, конечно, многие из вас идут к памятнику, посвященному жертвам репрессии 1986 года 16 декабря. Многие из вас действительно идут отмечать этот день как День независимости нашей страны, но я думаю, что многие из вас понимают, что это не является Днем независимости. Именно настоящей независимости нашей страны, тогда, когда мы, как граждане страны, могли принимать участие в развитии нашей страны, принимать важные политические и экономические решения и участвовать в развитии нашей страны, думать о будущем нашей страны. За нас в эти дни и все годы все эти решения принимает один человек, это Нурсултан Назарбаев. Поэтому, если говорить о независимости, то на самом деле мы можем говорить о независимости Нурсултана Назарбаева от народа Казахстана. Как вы все помните, в 1991 году Советский Союз развалился. После известного путча в августе 1991 года союзные государства, в первую очередь это были Балтийские государства, начали объявлять о выходе из состава Советского Союза. Самое интересное, что из состава Советского Союза вышли все, в том числе и Россия, которая являлась по сути ядром всех союзных государств, объединенных в 16 государств, так называемые союзные государства. Вот Каз СССР был, Литовская СССР и так далее. Так вот, Назарбаев объявил о выходе Казахстана из Советского Союза тогда, когда Советского Союза уже не было. Когда из Советского Союза вышли все, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан. То есть вообще не осталось в Советском Союзе никого. Фактически последним государством, который был в составе Советского Союза, был Казахстан. То есть, ну реально, Казахстан мог говорить, что вот он является правоприемником Советского Союза, потому что он единственный остался в составе несуществующего Советского Союза. Вот представляете, лидер нашего государства, на тот момент первый секретарь Центрального комитета КПСССР Нурсултан Назарбаев объявляет о выходе из Казахстана, Казахстана из Советского Союза, который уже де-юре де-факто прекратил существовать. Вот, собственно, это очень важный показатель нашей страной руководил очень расчетливый и трусливый Нурсултан Назарбаев, который сделал эти шаги последним, последним объявил о независимости. То есть, эта независимость нам не далась в результате борьбы. Мы ни с кем не воевали за нашу независимость. Никто не страдал за эту независимость, как происходило практически во всех странах мира. Независимость просто так и дается. Нам ее подарили. Более того, нас принудили стать независимыми. Принудили. Именно поэтому фактически Нурсултан Назарбаев последним объявил бывшим Советским Союзом, что Казахстан является независимым государством. Поэтому той молодежи, которая не знает предысторию всех этих событий, я рассказываю такие детали. И эта независимость, которая упала просто так, сверху, независимость, которая досталась, должна была достаться стране, она, по сути, досталась в руки одного единственного человека, Нурсултана Назарбаева. И он воспользовался всеми этими плодами. Когда мы говорим о независимости, мы предполагаем, что теперь страна самостоятельно проводит курс на развитие, именно как свободного независимого государства. Когда никто не может оказать давление и влияние на тельные реформы в развитии своей страны. Мы все это предполагаем. Но мы все прекрасно знаем, что все эти годы, когда шли выборы в парламент страны, именно представители народа, не было ни разу честных выборов. Парламентские выборы были фальшивые. В основном туда попадали люди, представители Нурсултана Назарбаева. Если первые годы независимости, какой-то процент кандидатов или, собственно, позже депутатов, они действительно проводили независимый курс, они действительно выражали волю народа, шаг за шагом, но Султан Назарбаев получил полный контроль над парламентом, полный контроль над всей властью, как судебной, так и исполнительной, так и представительной властью страны. Поэтому нам праздновать нечего. Нам есть только смысл говорить о том, что 16 декабря 1991 года, это тот день, когда Нурсултан Назарбаев, поправ память народа, стал единоличным владельцем страны, девятой по размеру суши в мире. Это огромные территории, и вы прекрасно понимаете, что этой страной в реальности владеет один человек, а не владеет народ Казахстана. За эти годы правления он фактически раздавил национальное самосознание наших граждан, превратил в рабов, запугал практически 18 миллионов человек. Вы можете сказать, что он всемогущный, он такой сильный, он держит за горло 18 миллионов человек. Но, с другой стороны, как такое может быть, что Шал, которому 78 лет в следующем году, буквально через какое-то короткое время ему будет 79 лет, как он может держать за горло 18 миллионов человек? Как может быть так, что эти 18 миллионов человек боятся его, боятся что-либо говорить, боятся просто выходить на митинги, боятся просто праздновать этот День Независимости? В принципе, боятся. Вы не задумывались над этим? На самом деле, мы должны себе сказать, что вина в том, что происходит в нашей стране, то, что мы молчим, то, что мы плохо живем, то, что нас грабят, то, что в тюрьмах пытают, то, что фабрикуют уголовные дела, то, что вы не можете выразить голос протеста, в первую очередь, вина нас всех с вами. Да, но султан Назарбаев, он преступник. Да, но султан Назарбаев грабит народ. Да, он раздавил национальное самосознание, он все раздавил, но он не мог бы это делать, если бы мы молчали, если бы мы не молчали, если бы мы сопротивлялись. Ну, представьте себе, кто он такой? Вот он сидит в аккорде, такой важный, кажется, что сильный, могущественный, но кто он без полиции, а полиция это часть народа, кто он без работников, работающих в Комитете национальной безопасности? Он никто. Он заблудится в своих коридорах, в этом здании, если рядом с ним не будет его охраны, если не будет поводорей, которые будут перед ним открывать дверь, кабинетов, показывать, куда нужно пройти. Он просто заблудится, потому что он идет только там, где перед ним открываются двери его сопровождающих, как, собственно, офисов, так и квартиры, так и дома. Он заблудится, он беспомощный человек. Поэтому мы все должны осознавать, что если не будет поддержки наших граждан, именно этих 18 миллионов человек, он превратится в такого бессмобочного шала, который ничего не умеет, который вообще всего боится, он боится всех. Не мы его должны бояться, 18 миллионов человек, он должен бояться и слушать свой народ. Даже в Конституции Нурсултана Назарбаева написано, что источником власти является народ. Разве это так? Разве источником власти сейчас является народ? Вы знаете, какие законы он принял, какие поправки он внес в Конституцию, наделив себя исключительными правами, когда он может нарушить любой закон, он может красть, грабить, и за это нет никакой ответственности. Единственная ответственность, которую он вписал для себя, это в случае доказательства измены его родине. О какой родине идет речь, если он приватизировал всю страну? О какой родине идет речь, если парламент, как мажорист, так и сенат, фактически все назначенцы на султана Назарбаева? Невозможно сделать импичмент, невозможно отстранить такого президента от власти. Что мы хотим праздновать? Мы хотим 16 декабря праздновать эту власть, праздновать все годы находился у власти, но султан Назарбаев вверг страну в нищету. Мы стали отсталой страной, по всем основным показателям мы находимся далеко за 100 стран, и мы входим в число каких стран, обладая такими ресурсами. Будучи одной из богатейших стран мира, основная часть населения, больше половины, живет в нищете. Вы это прекрасно знаете. И как мы можем 16 декабря праздновать как День независимости? Мы все понимаем, что именно 16 декабря 1986 года попали под репрессии наши граждане, которые подняли свой голос, заявили о независимом Казахстане, о том, что каждый гражданин имеет свой голос, и правительство должно считаться с этим голосом и подчиняться воле народа. Мы знаем, что в 2011 году, 16 декабря, по приказу Нусултана Назарбаева, его кровавым министр внутренних дел, Кумахамбет Касымов дал указание расстрелять мирных граждан в городе Жануазени. Эта дата, 16 декабря, является трагической датой для нашего народа. Это День памяти. Это не День независимости. Это День памяти жертв политических репрессий. Поэтому от лица демократического выбора Казахстана я обращаюсь к вам, чтобы мы 16 декабря в этом году вышли и почтили память тех, кто пострадал 16 декабря, как в 1986 году, так и в 2011 году. Почтить память у тех, тех, кто боролся за наше будущее, за нашу реальную независимость. Сейчас молодое поколение обвиняет нас, более старшее поколение. Мы могли, будучи в 20-25 летнем возрасте, обвинять своих родителей. Наши родители могли обвинять своих и говорить следующее, что именно за вас мы плохо живем. Именно вы не боролись с тем или иным режимом. Именно вы обрекли нас в нищету. И так, этот упрек может передаваться из поколения в поколение. И разделять нас, разделять отцов и детей, разделять отцов, внуков, это больше связано с тем, связано с тем, что мы все молчим, боимся сопротивляться. Сопротивляющих мало. И когда кто-то говорит, а этот режим нас же может посадить, расстрелять, преследовать, отнять работу, это возможно только тогда, когда в числе протестующих десятки и сотни, а не тысячи. Вы посмотрите пример Армении. Когда на улице городов Армении вышли десятки тысяч человек, а в Ереване около 150 тысяч человек, власть была сменена мирным путем. Именно мирным путем. На сторону народа перешла и армия, и полиция, а те люди, которые входили в группу провластную, как депутатскую контролировали парламент, так и правительственную, они все, увидев десятки тысяч людей на улицах, испугались и фактически стали выполнять волю народа. Армянский пример Пашинян, проработав несколько месяцев у власти. В итоге добился, что парламент, который реально хоть был из старой команды, так называемой, да, сервис Рогисяна, который был не лояль, но тем не менее нужный закон и подписывал, но тем не менее это был не народный парламент. Там были представители бывшей провластной верхушки. И сейчас следующий этап перехода власти к народу это отставка парламента, его распуск и объявление новых выборов. И обратите внимание, все это произошло без какой-либо войны, без каких-либо баррикад мирным путем. А почему мирным путем? Потому что на улице города выходили десятки тысяч людей. И когда Пашинян объявил, что он уходит в отставку и по сути дела добивался, чтобы парламент, старый парламент ушел в отставку, а старый парламент провластный, сопротивлялся, опять десятки тысяч людей вышли на улицу и принудили этот парламент распуститься. И так будет в Казахстане. Так будет в каждой стране, там, где на акции протеста, на выражение своей воли выходят десятки тысяч людей, а не единицы. Да, когда будет выходить единицы, тогда действительно эти люди подвергнутся репрессиям, эти люди попадут в тюрьмы и режим будет в состоянии их преследовать. Как, собственно, происходит сейчас. 10 мая демократический выбор Казахстана призвал наших сторонников выйти с требованиями, остановить пытки, прекратить пытки, освободить политических заключенных. И около шести городов страны поддержали нашу инициативу. Что сделала в итоге власть? Она была сильно напуганная и отдельные активисты сейчас подвергаются давлению. Над ним идут судебные процессы, кого-то осудили условно, кого-то на год условно, кого-то реально посадили, как облава Сажимаева в Ахтал. Но это происходит только потому, что число протестующих ограничено. Когда нас будут десятки тысяч, тогда режим никуда не денется, сдаст свои позиции и мы добьемся, что власть действительно будет принадлежать народу, как написано в Конституции страны не только Казахстана, но и практически всех стран мира. Нам сейчас важно объединиться. именно тогда, когда мы будем выступать как единая нация, именно тогда, когда нас будет много, мы сумеем добиться своих поставленных целей. Мне многие пишут, призывают, каким-либо действием, спрашивают, когда будут новые митинги и так далее. По этому поводу я многократно говорил, мы это состояние будем делать тогда, когда нас будет тысячи и десятки тысяч. Мы сейчас, как демократические выборы Казахстана, создаем ячейки по всей стране. Я призываю вас участвовать в этих акциях, объединяться, потому что, когда нас будут десятки тысяч, эта власть ничего не сможет предпринять против нас. Я хочу предложить нашим согражданам именно 16 декабря сделать поворотным пунктом в истории развития нашей страны, именно реальной независимости, чтобы мы сделали свой важный шаг к независимости, к реальной независимости. Для этого мы должны объединиться. Но, чтобы объединиться, мы нашим детям, внукам, нашим друзьям, нашим знакомым должны сказать, что 16 декабря это не день независимости, 16 декабря это день памяти. Я призываю вас вспомнить этот день, прийти в те самые места, где определенные, где завтра высокопоставленные чиновники фальшиво и лицемерно будут приносить цветы и вспоминать наших национальных героев, которые проявили себя 16 декабря 1986 года. Но на самом деле эта власть расстреляла наших сограждан 16 декабря 2011 года. И они не приносят цветы тем жертвам, которые пострадали в Жанозене в 2011 году. 16 декабря я еще раз хочу сказать это трагический день в истории нашей страны. Именно придя 16 декабря места, где власть проводит официальные мероприятия, когда нас будут там тысячи и десятки тысяч, тогда мы почувствуем, что мы действительно единые нации и мы в состоянии провести следующие акции, выйти десятками тысяч людей именно на такого рода акции. Этот год последний, когда султан Назарбаев продолжать будет рулить страной. И следующий год, первые полугодия, я считаю, что у нас есть большие возможности для того, чтобы добиться смены власти. Но султан Назарбаев хотел уже в этом году передать власть дорогие Назарбаевы. Мы наверное видели, что в сентябре-октябрь эта семья была очень активна. Назарбаев посетил много регионов страны, поехал за рубеж, дорогая выступала внутри страны в парламенте и делала какие-то бессмысленные комментарии, заявления. И это признак того, что идет подготовка к досрочному выбору президента. Но султан Назарбаев будет контролировать власть в стране, пока он живой. Пользуясь теми конституционными поправками, которые он наделил себя, а именно в статусе лидера нации, он хочет на должности руководителя Совета национальной безопасности продолжать контролировать власть в стране, назначив дорогу президента. Сейчас мы сумели эти планы ему смешать, сломать. Но в любом случае возраст никуда не денешь, ему в следующем году будет 79 лет, вся его семья обеспокоена, что ситуация будет как в Узбекистане, когда власть неожиданно перейдет другому человеку, нелояльному к семье Насултана Назарбаева. И поэтому Назарбаев готовит конструкцию передачи власти для своей дочери, чтобы в случае неожиданной его смерти она автоматически стала руководителем государства. и не позже марта но Султан Назарбаев хочет провести досрочные выборы президента. Как вы знаете, за всю историю независимой страны ни разу не были проведены выборы президента точно в срок конституции. Как правило, он минимум за год проводил досрочно, проводил заранее рекламную кампанию и потом таким образом не допуская реальных кандидатов на выборы президента он используя фальшивые бюллетени становился каждый раз руководителем государства получая минимум 97-90% голосов избирателей. Сейчас он хочет сделать то же самое. Они своего худа берег и марш назначены руководителем Центральной избирательной комиссии и хотят фальсифицировать все голоса избирателей. Поэтому этот год критический. Именно в этом году 16 декабря в день памяти все придя и отметив этот день отдав дань уважения тем, кто боролся за нашу независимость, за наше право голоса, мы будем в состоянии почувствовать свою силу, силу народа и действительно показать, что именно народ является источником власти. Что сейчас происходит в нашей стране. Вы все прекрасно знаете. Инфляция. У вас отсутствуют доходы, у вас проблемы с жильем. Коррупции. Бессмерная коррупция по всей стране. Разгул преступности. В тюрьмах и зонах пытают всех подряд. Вымогательство на всех уровнях. Фактически вся экономика страны принадлежит Дусултан Назарбаев и его приближенным. Ни дня не работая в бизнесе, ни он, ни его близкие родственники, все являются миллиардерами и все ключевые списки журнала Forbes, так называемых миллиардеров, реально контролирует Дусултан Назарбаев. Гигантские средства, которые он крадет внутри страны, он вывозит за пределы. Вывозит за пределы и хранит деньги в арабских странах, в Китае и в каких-то европейских странах. Это коррупционер номер один. Когда кто-то говорит об олигархах, когда Дусултан Назарбаев говорит, что олигархи верните деньги, олигарх это он сам. Человек, который украл деньги у народа, который продолжает воровать, пользуясь своими полномочиями президента страны, который сделал своих родственников миллиардерами и сделал нищими всю страну. И этот человек с 89 года почти 30 лет управляет страной и превратил одну из богатых стран государств мира в нищие. Богатое государство и нищие граждане. Вы все устали. Вы устали от его лжи, от его обещаний, от его программ 20-20, 20-30, 20-50. Это как в Советском Союзе нам обещали коммунизм, который вот-вот настанет. И по разным обстоятельствам эти сроки постоянно передвигаются, уходят на десятки лет вперед. Но при этом сам султан Назарбаев и его семья, его приближенные процветают. Они миллиардеры, они независимы, они независимы от своего народа. Поэтому я призываю вас положить конец всему этому. положить своему ожиданию, ожиданию, что кто-то сильный придет, все это изменит, что придет какой-то герой, а вы будете стоять в стороне и говорите «Ой, молодец, давай, давай, жарайся, часа, комиктис». Ничего это не получится. Только мы сами можем изменить положение в нашей стране. Вы же не ждете, что кто-то придет и польет ваш огород. Кто-то вам посадит урожай, кто-то отремонтирует вам квартиру. Но когда дело доходит до политической власти, когда дело доходит о коррупции, о беспределе, мы все начинаем ждать, что кто-то придет из-за рубежа, что ООН должна прийти изменить, что Америка, что Европа, что же они нам не помогают. Почему никто за нас и не изменит нашу страну. Мы сами должны сделать это. Сами! Именно поэтому я призываю вас 16 декабря объединиться, прийти, прийти вместе со своими детьми. И этот день, вы знаете, государственный власть отмечает как день независимости, как государственный праздник. И не будет никаких запретов, потому что сама власть этот день отмечает. Отмечает свой день независимости от народа. Я предлагаю присоединиться, присоединиться сотням тысяч и показать, что нас много. И когда мы сумеем вот так приходить и объединяться, то следующий шаг мы подребуем, чтобы эта власть ушла. Для тех, кто не согласен, что так дальше жить нельзя. Для тех, кто готов преодолеть твой страх и сомнения, я призываю вас 16 декабря прийти в тот самый день независимости, который называет этот день власть, а мы будем называть его днем памяти. И мы запомним, что в этот день произошел перелом нашего сознания произошло объединение нации, объединение всего народа. Алга, Казахстан, я всех вас приглашаю выйти 16 декабря. 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 Продолжение следует...